Здравствуйте! В эфире программа события в студии Виктория Бичурина. Совет министров утвердил график переноса рабочих дней в 2017 году. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства, сообщает Белта. Согласно документу, рабочие дни в 2017 году переносятся с понедельника 2 января на субботу 21 января, с понедельника 24 апреля на субботу 29 апреля, с понедельника 8 мая на субботу 6 мая, с понедельника 6 ноября на субботу 4 ноября. Организациям предоставлено право с учетом специфики производства работы осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Сморгонскому району сообщает, что 15 ноября 2016 года истекает срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю. Уплату налогов можно произвести в любом отделении банка ИРУ Белпочта. За справками обращаться по телефону 4-27-21-2-11-69-3-16-88. Человек постоянно вынужден делать выбор – пойти налево или направо, добро сотворить или зло, подарить жизнь или отнять ее у кого-то. Не вызывает сомнений правильность праведного выбора, сделанного в соответствии с Божьими заповедями – не укради, не уби. Привлечь внимание к проблеме абортов, растревожить души, помочь понять суть страшного греха – главная цель православной выставки, которая прошла в Сморгоне. Аргументы против абортов высказывают врачи, общественные деятели, простые обыватели. Несмотря на это, искусственное прерывание беременности практикуется в нашей стране довольно широко. В рамках православной выставки «Спасай взятых на смерть» и Ерей Петр Ткаченко со своими единомышленниками из Центра защиты жизни и семейных ценностей Новогрудской епархии рассказал старшеклассникам образовательных учреждений Сморгоне как о ценности зарождающейся жизни, так и о физиологических и моральных последствиях аборта. Данный бессрочный проект – результат сотрудничества Православной Церкви и Министерства образования. В рамках соглашения о сотрудничестве мы проводим подобные выставки в учреждениях образования. Совсем недавно, точнее четыре года назад мы были у вас. И вот уже возвращаемся опять же для того, чтобы поколение молодых людей, учащихся, которое выросло за это время, услышало о правде жизни, о том, как жизнь развивается, что является самым главным в этой жизни, о всех ценностях, которые необходимы будут молодым людям, вступающим в новую жизнь. Выставка богато иллюстрирована, содержит достоверные исторические факты, компетентно аргументирована с медицинской точки зрения. С учащимися с моргонских учреждений образования на протяжении недели сторонники духовных заповедей проводили просветительские беседы в поддержку выбора жизни. На ярких примерах представители церкви обосновывали ценность семьи, в которой дети являются ее цементирующей основой. Иерей Петр Ткаченко уверен, что это поможет молодым людям в будущей взрослой жизни ориентироваться в жизненных обстоятельствах. Мы стараемся не запугать детей, потому что страх – это не то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы они сознательно поняли, что жизнь – самое ценное в этой жизни, что маленький человечек, пусть он имеет совсем-совсем маленький размер, но это уже человечек. И что грех детоубийства, аборта, он не так безобиден, потому что распространяется на 3-4 поколения людей. И страдает не только мама, которая сделала аборт, но страдают дети, внуки, правнуки. Об этом многие не знают. И вот когда мы беседуем с женщинами, говорят, я сама за все отвечу. К сожалению, духовные законы говорят о другом, что отвечать будет не только мама, но будут отвечать и будущее поколение. А это страшно. Человек не согрешал, а отвечает за это. Информационные стенды поражают сознание тревожными заголовками и холодными, варварскими для современного мира фотографиями. Проводимая выставка является еще одним подтверждением проводимой работы в поддержку жизни, которую осуществляют активисты православного центра Новогрудской епархии. Деятельность наша не основывается только на выставочной программе. Мы ведем также просветительскую деятельность и беседы с женщинами, которые идут на аборт. Но это мы работаем с слонями в районной больнице, в отделении гинекологии. Также мы проводим уличные акции. Вот недавно была у нас акция, посвященная покрову Пресвятой Богородицы и Дню Матери на центральной площади нашего города была выставлена палатка, где мы служили молебен, и где все желающие могли поставить свечу память о своих родителях, о здравии или упокоении. И всем прохожим мы раздавали синие цветы. Каждое проводимое мероприятие и беседа – это пусть и небольшая, но победа в борьбе за жизнь, считает иерей Петр Ткаченко. Аборт – это потерянная детская жизнь и сломанная судьба женщины. Каждый из нас вправе выбирать свой жизненный путь и попутчика, сажать вдоль дороги цветы и деревья или выжигать все живое на обочинах. Но следует помнить, подытожил священнослужитель, превышающие человеческие возможности и силы ноша на плечи никогда не ложится. С наступлением зимы население запасается лекарствами в ожидании волны гриппа. В Сморгонском районе в разгаре сезонная вакцинация против данного заболевания. Атаки вирусов подвергаются люди всех возрастов. Пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период, когда человек больше времени проводит в закрытых непроветримых помещениях. Его организм ослаблен нехваткой витаминов и подвергается большим перепадам температуры. На вопросы съемочной группы ОКС-ТВ ответил заведующий отделом эпидемиологии государственного учреждения Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии Анатолий Шкирманд. Анатолий Дмитриевич, стоит ли делать прививку против гриппа? Моя точка зрения, это однозначно, что прививки против гриппа надо делать. В недалеком прошлом бушевали эпидемии гриппа. Вносили тысячи, даже миллионы, если брать с масштабов, вселенные, миллионы человеческих жизней. На сегодняшний день при наличии специфической профилактики, то есть вакцины, появившейся вакцин против гриппа, значит, человечество этим и пользуется. Во-первых, специфическая профилактика во многократ дешевле, чем те расходы экономические, финансовые в государствах на проведение лечения. Это одна сторона. А вторая сторона, что при наличии прививки против гриппа, человек практически обеспечен и исключает наличие осложнений и тяжести заболеваний, даже не гриппом, а острыми респираторными инфекциями в том числе. Все это положительные моменты, которые и сводятся к тому, что прививку надо сделать однозначно. Тем более, что вакцина в настоящее время эффективная. Она, как правило, испытывается, клинически проходит испытание, имеет разрешение Всемирного результата здравоохранения в любой стране, где бы это ни была вакцина. Вакцина, как правило, многокомпонентная, имеет множество антигенов, которые включаются в эту вакцину. То есть иммунобиологический препарат, который имеет несколько компонентов. То есть я имею в виду, это антигены вирусов, которые наиболее часто циркулируют в той или иной стране. Я говорю о вакцине белорусской, уже Гриппол плюс Беломед. Прошлые годы это было российское, теперь у нас налажено производство на наших предприятиях. Ну, основа одна и та же, но и эффективность не меньше, чем российской. Почему мы ее используем? Ну, она, во-первых, дешевле для нашей страны, для бюджета, для населения. Но вот эффективность не уступает никаким другим вакцинам, которые имеют место быть на территории Республики Беларусь. Считается, если будет охват не менее 40% населения, охваченными прививками, то это хорошая прослойка иммунная, которая не позволяет массовому распространению этой инфекции среди населения. Что и подтверждает предыдущие годы. Компания иммунизации против гриппа уже началась. Насколько активно прививается наше население? В районе компания иммунизации эпидсезон 16-17 года началась еще летом. Проводились организационные мероприятия, проводилась подготовка медицинских работников, формировались планы иммунизации. Вот мы говорим о 40%. Здесь в этот процент охвата входят, в первую очередь, это диспансерные группы, то есть ослабленные, которые находятся на диспансерном уши, как взрослые, так и дети. Национальным календаром предусмотрена иммунизация детей с 6 месяцев до 3 лет. Группы риска – это те категории профессиональные, которые наиболее часто могут встречаться с этим вирусом. Это группы риска у нас. Медицинские работники, работники общественного питания, работники торговли, учреждений образования, которые по роду своей деятельности имеют тесный контакт с населением. Даже военнослужащие, милиция. В целом в районе подлежит вакцинации 21 130 человек. Это по плану подлежит. И все эти количества, это 40% от числа населения, все они распределены, разложены по бюджетам. То есть республиканский бюджет, областной, местный бюджет и предприятия. За счет предприятий 4200 человек должны привить. Я так предполагаю, что на сегодняшний день у нас будет уже привито где-то 33-34%. Где можно с маргонцем сделать прививку против гриппа и есть ли противопоказания? Можно прививку получить в любом поликлиническом, амбулаторно-поликлиническом учреждении. Если говорить о предприятиях, организациях, то туда сформировано у нас более 10 бригад медицинских, куда входит врач, средний медработник, а то и два. Ну и они экипированы, имеют вакцину с соблюдением правил хранения, транспортировки. Холодильные, термоконтейнеры имеются и все расходные материалы, которые необходимы для прививки. Прививки проводятся в сезон, в канун сезона подъема заболеваемости. Если у нас, скажем, конец декабра, начало января, или в течение января предполагается подъем заболеваемости гриппа, то прививки делаются естественно, вот как у нас. Начали с октябра месяца и закончил ноябрь. Как раз у нас две недели дается, и так оно прописано, что иммунитет вырабатывается через две недели. Противопоказания очень ограничены. Значит, их несколько, всего лишь. Первое показание — это наличие, если в анамнезе человека имеется наличие аллергии на куриный белок. Следующее — это острое, лихорадившее состояние. Ну, по верхним дыхательным путям, ну, разные респираторные заболевания, когда повышается температура. Поэтому не зря, значит, и это обоснованно, никакая прививка против гриппа не проводится без осмотра врача-терапевта или другого специалиста, который задействован в этой компании. Минздрав предупреждает. Существует три способа защиты от заражения ВИЧ. Высдержание, верность постоянному здоровому партнеру, использование презерватива при каждом контакте. Выбери свой способ. Выбери здоровье. Престольный праздник в храме в честь иконы Всехскорбящих Радость, что в деревне Кевлы Сморгонского района, собрал под своим сводом на молитву православных верующих из ближайших деревень, а также из Сморгонии, Молодечно и Минска. За ходом богослужения наблюдала и наша съемочная группа ОКС-ТВ. Существует много праздников в честь иконы Пресвятой Богородицы. 6 ноября Русская Православная Церковь празднует память иконы Божьей Матери Всехскорбящих Радость, которая впервые прославилась как чудотворная в Москве Преображенской церкви на Ордынке в 1688 году. В ее честь названы многие православные храмы. Церкви в честь иконы Всехскорбящих Радость в деревне Кевлы Сморгонского района в этом году исполнилось 154 года. В минувшее воскресенье состоялась праздничная служба. Ранним утром началась божественная литургия, которую возглавил настоятель церкви Павел Кудько. К престольному празднику особенно старательно и трепетно готовятся воспитанники воскресной школы. Хожу в воскресную школу. Там интересно. Учим молитвы, показываем сценки, стихотворения рассказываем. Рассказывают нам разные истории. Привели меня мои подруги Карина, Саша и Вероника. Тут очень интересно. Я учусь в Синьковской школе и по воскресеньям хожу в воскресную. Я уже в седьмой год сюда хожу. Мне тут интересно то, что иногда можно увидеться со своими друзьями, которые тоже сюда ходят. Учить песни, молитвы. Учусь в Синьковской школе. Хожу в воскресную школу. Хожу, потому что мне тут нравится, потому что мы тут делаем сценки разные, учим молитвы. Чего ты приехал сюда? Чтобы молиться. Дети из ближайших деревень с удовольствием посещают занятия воскресной школы. Уже шестой год уроки нравственности и добра преподает им Тамара Жалевич, учительница белорусского языка и литературы на заслуженном отдыхе. Конечно, я с радостью согласилась, потому что мне одна подружка моя сказала, что наставник, за учетой буду наставник до конца життя. Так мне нравится эта работа. Ну, трудновато, что детки вот с той зоны, как мы называем, цары, пасынки. Это далековато. И с весенней тоже. Вот одна девочка с молодежью, даже я тут бабушка есть. Ну, а теперь, конечно, все ходят в основном по желанию. Их никто не заставлял сами. Пешочком, там километра 34 надо им прийти. Ну, приходят. Несмотря на непогодицу, престольный праздник собрал большое количество верующих. Прихожане с особым трепетом относятся к своей церквушке. Здесь всегда чисто и аккуратно. Есть в храме и свои благословенные таланты. В церковном хоре поют три сестры. Юлия Филипповне 91 год, Лидии и Ирине 86 и 80 лет. Несмотря на преклонный возраст, с твоим песнопением женщины прославляют Бога и помогают молитвами укреплять веру прихожан. Пресвятая Владычица наша Богородица и Преснодева Мария всегда находятся рядом с человеком. Всегда поддерживает в скорби и тем более в радости. Обратился с поздравительным словом отец Павел. По случаю престольного праздника был совершен крестный ход вокруг церкви. Ноябрь в этом году по температурному режиму будет соответствовать декабрю. За окном сморгонцы уже в четверг увидели настоящую зиму. Благодаря южному циклону сформировался снежный покров высотой 5-8 сантиметров. Погода будет достаточно прохладная. В пятницу 11 ноября на территорию сморгонского района будет влиять поле повышенного давления в прохладной воздушной массе. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха понизится в ночные часы и ожидается минус 1-3 градуса мороза. Днем от 0 до минус 2. Местами на дорогах гололедится. Ветер северный слабый. В субботу 12 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха составит минус 5-7 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 0 до минус 2. Ветер северо-западный умеренный. В воскресенье 13 ноября сохранится облачность. Местами пройдет снег. В ночные часы ожидается минус 2-4 ниже 0. В дневные часы около 0. Ветер северо-западный слабый до умеренного. В понедельник 14 ноября будет облачно. Возможен снег. Ночью температура воздуха составит минус 1-3 градусов мороза. Днем ожидается около 0. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. А мне остается с вами только попрощаться. Будьте в курсе событий. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова